Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Денис Кулакевич, я являюсь агроменеджером компании Норико Славя. Норико Славя это эксклюзивный представитель компании Норико в России. Норико это компания немецкая, соответственно мы представляем немецкую селекцию на российском рынке. Компания существует уже очень давно, с 2013 года мы полностью локализовали производство на территории Российской Федерации. Мы производим предбазисный, базисный семенной материал и репродукционный на территории России. Поэтому, пожалуйста, можем вам предоставить как импортный семенной материал, так и произведенный на территории России элиту первой репродукции. Ближе по сортам, на данный момент в госреестре Российской Федерации зарегистрировано 35 сортов компании Норико. С 2018 года Норико является полным правообладателем пакета селекционного компании Ланге. Поэтому у нас на данный момент еще больше сортов. Представляем во всех группах спелости от раннего до поздних сортов. Работаем в трех направлениях. Столовые сорта, картофель для производства фри, картофель для производства чипсов, а также для производства крахмала. На данном демонстрационном участке у нас представлено 6 сортов с трех групп. Это группа ранних, средне-ранних и средне-спелых сортов. Но начнем с первого сорта, сорт Гала. Сорт Гала является лидером по площадям на территории России уже не первый год. Самые большие площадя в России под картофелем заняты именно этим сортом. Сорт очень пластичный. Он из группы средне-ранних сортов. Тип варки Б у него. Гала – это сорт для мойки, для фасовки, для запекания. Стол для картофеля, для стола. Соответственно, сорт очень пластичный по регионам, очень отзывчив на полив. Он очень много клубневой, закладывает от 20 и выше клубней. Есть несколько секретов. Если кто-то производственники, здесь у нас расскажу о двух секретах, которые необходимы для того, чтобы достичь Галлу максимальным урожая с максимальным выходом. Галлу высаживать с густотой не более 40 тысяч. Очень отзывчиво на стабильный и хороший полив. И обязательно во второй половине вегетации, начиная от цветения, проводить листовые подкормки в дозе от 5 до 10 килограмм действующего вещества азота несколько раз. Для того, чтобы продлить ее вегетацию и максимально ускорить процесс диссимиляции и налива в наши клубни. В этом случае мы производим больше 20 клубней товарных в фракции 50+. Следующий сорт. Сорт у нас Фиделия. Сорт относится к группе ранней, но немножко ближе к средней ранней, где-то в пределах 75 дней вегетации. Мы говорим про вегетацию от сходов до конца биологического созревания. Тип варки у нее А, Б. То есть сорт имеет очень округло-овальную форму, даже немножко вытянутый овал. Очень гладкая кожура. Он у нас светло-кожур. Это желтая кожура, желтая мякоть. Очень мелкие у него глазочки. Сорт не очень разваристый. То есть он подходит для производства салатового, так называемого салатного типа. Имеет хороший период естественного покоя. По производству, по дозе азота ему нужно в пределах 120-140 кг действующего вещества азота. Также довольно отзывчив на полив. Формирует где-то в пределах от 14 до 16 клубни под кустом. Сорт довольно устойчив к фитофторозу, к листовой форме и клубневой форме. Также устойчив к альтернариозу. Следующий сорт, о котором хотел рассказать, это сорт сафия. Сорт сафия у нас относится к группе средне-ранних сортов. Сорт очень пластичный. Также светло-кожуры с кремовой мякотью. Также имеет удлиненную форму клубня. Очень мелкие глазки. Можно так сказать, типичный египетский картофель по форме. Закладывая тоже от 14 до 16 клубней. Для формирования урожая от 40 до 50 тонн нужно в пределах 140-160 кг азота. Сорт очень устойчив у нас по листовой форме фитофтороза. И имеет довольно длительный период естественного покоя. Для того, чтобы получить более ранний урожай, обязательно необходимо его прогревать. Следующий сорт, сорт вега. Вега это одна из дочерей галлы. Также хотел про сафию сказать. Сафия у нас также рекомендован как картофель для багарного земледелия. То есть он очень стрессоустойчивый. И в принципе в некоторых регионах России он хорошо растет без полева. Следующий сорт, сорт вега. Вега это дочка галлы, еще раз повторюсь. В отличии от галлы, она немножко более позднеспелая. То есть она относится к группе среднеспелых сортов. Формирует в пределах от 12 до 16 клубней. Про вегу хочу сказать, что перекармливать азотом ее не нужно. Несмотря на ее довольно длительный период вегетации. То есть в пределах 140 кг действующего вещества азота. Это на орошаемых полях. Также сорт очень пластичен. Очень хорошо растет на багаре. Особенность сорта является то, что он очень устойчив к листовой и клубневой форме фитофтороза и кальтернарии. И формирует урожай за 2 недели. Основную массу за 2 недели до конца его биологического созревания. То есть он спускает вниз до 1,5 тонны на гектар массы в клубневую зону. Поэтому рано убирать ее не нужно. Нужно дождаться сорт. Нужно, чтобы обязательно отлежался хорошо в почве. Чтобы минимизировать механические повреждения при уборке. Следующий сорт из нашей линейки. Это линейка ранних сортов. Сорт Пароли. Это довольно новый сорт на российском рынке. Сорт имеет период вегетации от 60 до 65 дней. От сходов до конца вегетации. Очень пластичный. Очень хорошо устойчив к листовой форме фитофтороза. Хорошо устойчив к резактонии. Несмотря на раннюю группу спелости, очень хорошо лежит. У него 6 баллов из 9 возможных по лёжкости. Поэтому для более раннего урожая обязательно необходимо прогреть. Сорт также светлокожуры. У него кремовая мякоть. Гладкосетчатая кожура. Довольно мелкие глазки. Сорт формирует где-то в пределах 10-12 клубней. Но практически, как вы можете здесь посмотреть, все практически одного размера. Поэтому обратите внимание на этот сорт. Следующий сорт это сорт Балтик Фаер. Он из группы среднеспелых сортов. Это следующая линейка на скрасно-кожуре сорта. Сорт проходит второй год госсорта испытания для включения в реестр. Очень стабильный урожай. Формирует от 14 до 16 клубней. Посмотрите, какая у него прекрасная, красивая красная кожура. У него кремовая мякоть внутри. Очень мощная ботва. Прямостоячая. Сорт очень устойчив к листовой форме фитоптороза и кальтернариозу. Поэтому мы очень на него надеемся, что в следующем году он войдет в госреест. А железоистое пятнистое? Железоистое пятнистое все сорта норики абсолютно устойчивы. То есть потемнение мякотью в период вегетации ни на одном сорте не отмечено. Но это селекционеры в этом направлении работают. Ну и последний сорт, сорт Балтик Роус. Это наш тоже новый сорт из линейки краснокожуры. Сорт средне-ранний, сорт который сейчас набирает популярность. Имеет очень мощную корневую систему. Закладывает от 14 до 16 клубней. Также очень устойчив к листовой форме фитоптороза и к клубневой форме фитоптороза. Также сорт очень пластичный. И многие хозяйства практикуют его как для багарного возделывания. То есть он очень стрессоустойчив. Есть особенность на этом сорте. Для получения его урожая надо от 140 до 160 килограмм азота. Азот мы разбиваем с вами на два внесения. То есть две трети азота мы вносим в предпосадку во время посадки. Одну треть азота нашего расчетного мы вносим не позже, чем где-то полтора сантиметра молодого прироста. Перекармливать азотом мы не рекомендуем. Сорта в нашей все очень отзывчивы на внесение борных, магниевых и марганцевых удобрений. Еще хочу отметить, что компания Норико это одна из немногих селекционеров, который делает ставку на вирусную устойчивость своей селекции. То есть наши все сорта имеют очень высокую устойчивость к вирусу Игрик. Вирус Игрик это один из таких, ну скажем, патогенов, который влияет на вырождение сорта. К примеру, некоторые хозяйства, сорт Галла, даже в южных регионах, возделывают 3-4 года подряд, не меняя семенной материал. Время. Да. Поэтому, пожалуйста, если у вас возникли вопросы, именно по селекции компании Норико, можете отдельно ко мне подойти, на все отвечу.